Валов прямо сейчас рубрика «Сделай сам». Поговорим о кое-чем экзотическом. Внимание на экраны. Здравствуйте. Сегодня мы с вами проникнем в тайны техники Эбру, рисование на воде. Эбру считается традиционной турецкой живописью, однако возникла она далеко за пределами этой страны. За звание родины этого искусства борются Китай, Туркменистан, Персия, Индия, Пакистан и даже российский Алтай. В пользу последней версии говорит то, что создание рисунков на поверхности воды использовалось в ритуальной практике алтайских шаманов. На заранее подготовленную воду мы начинаем наносить наши краски. Первый слой, как правило, достаточно бледный. Это происходит из-за того, что краски растекаются на максимально возможное им расстояние. Но с нанесением последующих слоев они приобретают более яркие и насыщенные оттенки. Сейчас мы создали основу для нашего будущего рисунка. Эта основа называется батал, что также обозначает фон каменная кладка, потому что она действительно похожа на камушки. И сейчас при помощи шила я начну уже играть с этим рисунком, трансформируя его в различные красивые элементы. Теперь мы берем расческу, уже получая абсолютно новый элемент. В завершении я уже совсем чуть-чуть дополню картину такими легкими спиралями. И мы начинаем процесс переноса нашей первой работы на лист бумаги. Очень важно нашу работу немножечко вытереть об бортик ванночки, чтобы лишняя жидкость стекла. Сейчас мы видим, что у нас все исчезает и практически на воде ничего не остается. А сам рисунок переносится на бумагу. Спасибо вам большое за внимание и желаю вам успехов в творчестве. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!